Чеслов, расскажи вот сейчас, что ты будешь делать, почему? Потому что это очень интересно. Я даже вот этот тонкий момент с граммофоном не знал. Расскажи, вот мы с тобой прослушали музыку. Так. И что после прослушивания музыки обязательно, что нужно сделать с граммофоном? Скажи. Вы знаете, самое главное, что нужно делать, чтобы граммофон не пришел в негодность, это обязательно раскрутить пружину до конца. Неважно, сколько там завода остается, допустим, но раскрутить. Почему мы это делаем? Подожди, что значит раскрутить? Раскрутить, то есть, смотрите, внутри этого граммофона находится пружинный механизм. Когда мы накручиваем ручку граммофона, пружина, идет натяжение пружины этой. И это дает крутиться диску. Если мы поставили, допустим, пластинку, проиграли ее, и после этого поставили сразу на тормоз, и не раскрутили пружину до конца, она будет постоянно находиться в определенном натяжении. А если она будет постоянно находиться, пружина металлическая в натяжении, каленая пружина, она, соответственно, будет иметь усталость металла. И в какой-то момент она может просто-напросто лопнуть, и вы же не хотите, чтобы ваш граммофон пришел в негодность и был просто как сувенир. Покажи, какую кнопочку ты нажимаешь? Вот это автотормоз. Сам граммофон абсолютно механический, он работает без электрического вмешательства, чем он и интересен. То есть, и вот это будет крутиться до тех пор, пока не остановится? Да, неважно, сколько завода осталось, надо обязательно этот завод весь аннулировать, чтобы завод весь раскрутился. И чтобы, если вы хотите, допустим, заводить несколько пластинок, потому что граммофон, на самом деле, он очень мощный, он трехцилиндровый, он рассчитан где-то на 20-25 минут игры. Если вы хотите, допустим, полное количество заводов сделать, его, чтобы прослушать несколько пластинок, то, конечно же, вы будете слушать до конца и раскручивать пружину. Но если вы прослушали... Нет, не так, неправильно. Да, отлично. Но если, предположим, пружина полностью заведена, и вы хотите на ней прослушать только одну пластинку, а потом по каким-то определенным причинам вы и другие пластинки на нем раздумали слушать, все равно, сколько бы завода ни осталось, вы должны раскрутить этот диск, пружину до конца, чтобы она была абсолютно свободная и абсолютно расслабленная. Вот это залог долговечности граммофона. Спасибо. Не за что абсолютно. Ну все. Следите за нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...